Краснодарский край, Краснодарцы обступили пьедестал, но в финале вот Свердловской области и Москва. Редин, Бондаренко, Кадыров обслуживают данный финал. Бросок через спину, с колен, с места, силовой такой вход. Тут, конечно, была предварительная подготовка, ногой, зацепом, финт такой футбольным языком выражаясь, сделал гладкий. Но Саян не поверил этому, этой подготовке, в общем-то, через спину не упал. Замечание за пассивное ведение борьбы объявлено спортсмену в красной форме. Ну, атака была, в общем-то, у синего, да, тут спорить смысла нет. Синий был в атаке. Зацеп голенью. Немножечко, вот как мне кажется, действительно ковер такой скользкий. Вообще есть такая поговорка, да, ковер скользкий, но в данном случае, в прямом смысле слова, было видно, что скользят ребята. И в предыдущие схватки проскальзывал Дуруманов, и вот сейчас было видно некое скольжение у Хиртека Саяна. Раздергивает отворотом Саян своего соперника. Очень неприятно вот эта болтушка, так называемая, когда отворот вот так вот трясут. Соперник немножечко может потеряться. Вновь спина с колен. Синий пока атакует на один подворот больше, чаще. Красного так и, в общем-то, накажут второй раз. Переход в партерный рычаг локтя. Спрятал локоть сразу Саян. Вот здесь, да, охотился за ногой, потом спина с колен, но можно оценить, опять-таки, как ложную атаку. Но Синий тут же встал, то есть Красный не вышел из равновесия после атаки Синего. Но, тем не менее, вот и Синий встал. Вот, да, предлагал арбитр сейчас наказать Красного. Синий все-таки больше работал. Но пока что не присоединились к нему Кадыров и Редин. Не тот неявный эпизод, где надо наказывать. Саян выигрывает захват. Сейчас есть хороший захват у Киртека. Отворот, рукав, сбил в партер. Вот, боковой судья сразу показывает на то, что Синего надо наказывать. А Саян тем временем переворачивает на удержание. Переворачивает, но прижаться пока не имеет возможности. Глотких пока что держит его бедро так, что не пускает туловище к туловищу. И вот, арбитр открыл удержание. Удержание пошло. Борьба продолжится в стойке. Болевой долго делал Саян. Переходил долго. Конечно, вот здесь он сбил. Видите, да, боковой судья, конечно же, сразу зажигает замечание. И вот Хертек здесь сделал такой переворот и провел удержание. 4-0. Чем ответит сейчас Владимир Глотких, мы увидим. Подсечка изнутри. Обмениваются подсечками ребята. Уходит практически без борьбы Глотких на коленки. Имеет возможность Хертек атаковать. Осуществляет переворот. Удержание уже было. Надо садиться на болевой. Он садится. Удалось сесть на болевой. Он достаточно хорошо сидит. И Глотких так даже не уходит. Странно. Вот в этой ситуации нижнему, конечно, лежать совсем нельзя. Нужно уходить молниеносно. И не ждать, когда вот разрыв рук произойдет. Саян разрывает, но захват вот видно, что руками вообще не сложный. Но почему-то у Саяна не выходит разрыв. За пальцы хвататься нельзя. Он этого не делает. Побаивается, видимо, близко кисти брать. Было много эпизодов. Когда в агонии, что называется, проводящий болевой прием. Случайно мог схватиться за пальцы. И за это пострадать предупреждением. 32 секунды до конца встречи. Вот здесь хорошо переворачивался Ян. Отключил голову. Сел на болевой. Хорошо очень зажал своей левой ногой голову. И спокойно перенес вторую ногу через туловище. Видите, поехали опять ноги у Саяна. Скользко. Вот разъезжаются ноги. Приставными шагами уже удерживает счет. Конечно, Саян уже перемещается. Не боится, что его накажут. Конечно же, пора наказывать за такое явное отступление назад. Но время неумолимо истекает. И Саян Херте, город Москва, становится пятикратным чемпионом России. Весовой категории до 57 килограмм. Итак, вновь поедет за сборную России бороться на чемпионате мира Хертех.